Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Был в деревне Аксинина, что в Огодневском поселении, сельский клуб. И проводили в нем местные жители праздники. Собирались и даже жили. И вот случился в клубе пожар. Эта самая настоящая деревенская история произошла более 20 лет назад. Был здесь на этом месте клуб, тоже сельский клуб, где собиралась молодежь, взрослое поколение тоже приходило. Но ровно 20 лет назад он потерпел пожар, пережил пожар. Отчего после этого пожара остался один остов, стены, фундамент. А культурный досуг, по словам местных жителей, им ох как нужен. Особенно сегодня, когда население в окрестностях растет. Восстановить клуб удалось благодаря местному руководству и неравнодушным людям. Спонсоры, или как их называем, частные инвесторы, помогли нам в постановлении. Естественно, главе пришлось поднапрячься, выделить бюджет. Вот так общими усилиями из обуглившихся стен вырос новый досуговый центр или просто деревенский клуб. Открытие нового учреждения на прежнем месте жители восприняли как личный праздник. Вера Васильева, местная жительница, фельдшер и депутат, всю жизнь проработала в поселении. Помнит прежний клуб, мероприятия, которые в нем проходили. Детей здесь очень много было и взрослых. Клуб работал. Дети постоянно находились в клубе у нас. Сегодня, признается она, счастливый день. То, что потеряли местные жители, вернулось в современном обновленном виде. Сегодня открытие. И очень рада я. Я просто счастлива. Клуб уже начал полноценную работу. Однако от местных жителей ждут пожеланий и предложений по организации секции и кружков. О чем на открытии рассказал глава сельского поселения Огудневская Николай Сорокин. Основываясь на ваших предложениях, мы попытаемся организовать так, чтобы вам было интересно, чтобы клуб у нас не пустовал. Счастливые лица местных жителей, добрые пожелания выступающих подтвердили. Открытие клуба – прекрасный подарок для народа. По доброй традиции представители власти перерезали красную ленточку и прошли в новое здание смотреть концерт, организованный местными коллективами и жителями. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».